Да, периодически мы можем американцам сказать, что вот, мы можем выйти из ОДКБ, мы можем вам помогать ослабить позиции России. Но это, как говорится, кратковременный эффект. То есть сразу, когда мы делаем заявление, что мы выходим из ОДКБ, мы этот рычаг теряем. То есть Армения не может каждую неделю войти в ОДКБ и потом американцам сказать, вот, я выйду из ОДКБ, а вы дайте мне что-то. Это, как говорится, только будет действовать один раз. То есть, да, мы будем заявить или будем выходить из ОДКБ, американцы будут хлопать, они будут говорить, вот, смотрите, из-за политики Путина, вот, не только Россия в трудном положении, но и вот все интеграционные процессы начинают разрушаться и так далее, будет медийный эффект. Потом американцы этот медийный эффект забудут. А что больше мы можем предлагать США? Окей. Мы можем предлагать, что да, мы можем выйти из ОДКБ. Хорошо, вышли из ОДКБ. Потом мы можем сказать, окей, мы можем потребовать вивода российской военной базы. Хорошо, потребовали вивода российской базы, но это тоже, окей, потребовали, американцы похлопали, ещё сказали, что вот, смотрите… Но это открывает вообще новые проблемы и новые риски безопасности. Ну, это просто будет означать, что Россия будет смотреть на Армению как на врага. Но, насколько я понимаю, теперь, даже сейчас Россия смотрит на Армению как на государство, которое больше создаёт проблемы и непонятно, чем помогает России. Но вот да, можно сказать, что мы выходим из ОДКБ, можно даже потребовать вивода российских военных баз, да, американцы будут нам похлопать, наверное, британцы тоже. Но что потом? Опять говорю, я не понимаю, зачем вот Америка должна дать оружие Армении, чтобы Армения воевала против Азербайджана. Зачем им война против Азербайджана, непонятно. А война против Азербайджана, это означает войну ещё против Турции. Продолжение следует...